Первоначально в 2000 году, когда Массимо де Санктис и Джованни Зуккелли сделали метод коронально ротированного лоскута, подразумевалось, что центральным зубом рецессии является клык, а зубов всего шесть. И в 2009 году Зуккелли сказал, а я буду еще оперировать больше зубов, не шесть, буду семь, восемь, до четырнадцати. И де Санктис сказал, что нет, я в это уже не буду вписываться, потому что тут это вообще все другое. Получается, может быть, два центральных зуба рецессии в разных местах. И там разные другие нюансы. И еще момент, что стал являться не клык очень часто, а четвертый зуб, где была самая высокая рецессия. И к нему ротируя вот этот лоскут, по сути методика отработана, она дает стопроцентный результат. При адекватном применении, в тех ситуациях, где это возможно, ну потому что если нет межзубных сосочков, то никакого Зуккелли сразу нет. У этих методов есть тоже ряд недостатков. Их выбор продиктован условиями в полости рта и качеством ткани и состоянии в области рецессии и вокруг рецессии. Понятно? Да. Поэтому, если нету межзубных сосочков, то нам не к чему фиксировать лоскут вот этими объемными швами. И когда появилась методика третья вот этого Хамайюн Хамазаде, он, это иранец, это американец иранского происхождения, если не ошибаюсь, можно оперировать, первое, при отсутствии сосочков, потому что мы их создаем. Второе, можно создавать сразу преддверие полости рта, если оно мелкое у пациента. Тоже как проблема. Третье, можно закрывать такое же адекватное количество зубов, в принципе, можно весь верх вообще оперировать сразу и все. Можно использовать любой пластический материал. То есть, с точки зрения методики операции, конечно, она имеет больше возможностей и шире. Она частично тоннельная. Там есть там свои нюансы, но это как бы не входит в тему нашего вообще обзора и работы. Ну и там, где не может быть применена ЗУКЕЛЬ, вот эта ВИСТА, она решает, в общем, легко все те же самые проблемы. И дает стопроцентный результат тоже при адекватном выборе в тех ситуациях, где это соответствует. В сочетании, да, с применением продентологических пластических материалов, резорвируемых мембран, там, ксенопроисхождение, ПРФ. ПРФ – это плазма, обогащенная тромбоцитами. К сожалению, нужно очень много вот этих ПРФ, в чем с ними проблема. Плазма, откатанная на центрифуге и представляющая собой тоненькую такую полосочку из кровяной плазмы и тромбоцитов, ну и тромбоцитарных факторов большого количества. Оно также содержит высокий очень титр фактора некрозоопухолей бета, который и является основным индуктором регенерации в этой зоне. Так вот, в течение двух, ну там, максимум трех недель, вся эта ПРФ, вот в этом объеме, она удаляется полностью, она определяется нейтрофилами. И макрофаги потом сносят ее, они полностью все съедают, потому что эта структура по пространственным показателям не является биологической. Ну, понимаешь, да? Организм сразу это пытается все из себя там выгнать, убрать, ну и прочее, как можно аналогию с другими вещами провести. И да, оно имеет пусковой точный вот этот первичный директивный заряд для регенерации, но дальше никуда это не идет, там, двух, максимум трех недель. Алладерм – это материал аллогенного, но это производной кожи. В коже представлен совершенно другой коллаген и структура мягких тканей десны в полости рта, как десны, так и слизистый. Ну, а в первую очередь десны сильно отличается от структуры кожи в количестве слоев, вообще как бы в их сути и функциональном назначении. Поэтому то, из каких структур делается эта мембрана, да, оно может являться как бы матриксом пустым, на который организм человека не реагирует, ну и, соответственно, почему не происходит регенерации. То есть он тоже начинает биодеградировать, но просто в этом месте не образуется ткани адекватного состояния, ну, в общем, да, состояния объема. Ну да, то есть бесполезная биодеградация. Да, то есть мы поставили, вроде прооперировали, но стало чуть лучше, но вот так, чтобы… Ну, то есть как, если ситуация простая, то все как бы происходит. Если сложнее, чуть сложнее там, или сложнее, сложнее совсем, то не дает никакого результата, который мы ждем. Значит, в настоящее время является одним из ведущих клинических признаков патологии парадонта. Ну, конечно же, рецессия действительно встречается там каких-то источников 8,7-4% в мире. Так, пишем себе сразу следующий тезис, по которому мы ищем. Ну, да, ключевые слова. Причина возникновения рецессии Десны и чистота рецессии Десны, ну, там у разных пациентов. Чистота возникновения рецессии Десны. Да, да. То есть мы ищем по этиологическим факторам и, по сути, закрываем какую-то процентовку по актуальности, что у пациентов у всех вот столько одиночных, но можно искать также чистота одиночных рецессий Десны, чистота множественных рецессий Десны и чистота генерализованных рецессий, то есть на всех зубах. Ну, вот как пишут тут, 71,4%, но есть источники, где пишут и выше. Ну, да. И почти 90% населения мира имеет хотя бы одну рецессию Десны. За всю свою жизнь. К множественным приводят врождённые, приобретённые факторы, всё понятно. Но это и теология, это мы и будем искать. Причинные факторы или просто факторы, или этиологические факторы. Это вот в предыдущие, да? Написали мы уже. Да. Значит, они бывают одиночные, множественные, та-та-та, множественные встречаются, приводят врождённые, да, дефекты. Такая вот рата ткани приводит не только к развитию гиперчувствительности, но и к эстетическим дефектам. Значит, ещё сюда же девятый тезис, по которому мы ищем, это механизм развития рецессии Десны. Там будет написано, что это отсутствие тканей, выдвижение зуба, дистопия, скучность, ещё много-много вообще всяких. Ортодонтические проблемы, проблемы с суставом, перегрузка, там ортопедическая, ортодонтическая перегрузка, анатомия врождённая, то есть отсутствие замыкающей пластины, ещё много-много вообще всего, что ты найдёшь. Мы роемся, пока только в нашей базе, я просто там уже эти источники, ну, большинство перечитал, поэтому, естественно, я так об этом рассказываю. Некариозный, да, значит, приводит не только к развитию гиперчувствительности, поскольку окаляется поверхность корня зуба, понятно, что вот эти канальцы дентинные, они сразу начинают чувствовать и доставлять, да, к этим нервным окончаниям различный твёрдый мусор биологический, который просто механически на них давит и вызывает чувствительность. Ну, эстетические дефекты, некариозные поражения твёрдых тканей, это кленовидные дефекты, конечно же, с которыми тоже вот непонятно, что делать. Обычно пациенты приходят, когда у них уже есть некариозные поражения, и такие вот клинья отсутствуют, они думают, что всё, у них сейчас выпадут зубы или там что-то с ними случится, и тогда пациент только идёт. Ну и, конечно же, все рецессии десны, они однозначно оперируются, то есть нет методов консервативного лечения рецессии десны, это однозначно будет хирургическая операция. Для лечения множественных на сегодня лула наиболее прогностичной является метод Десанки-Зукелли, но и в большинстве случаев это, скорее всего, у них взят вот этот источник, метод требует применения пластического материала. Ты, читая книжку вот эту большую, можешь себе там тоже метить карандашиком, что, какие моменты в самом тексте, они будут полезны. Перечислены недостатки. Значит, золотым стандартом является трансплантат. Да, это вот мы всё уже, в принципе, выяснили. Какие недостатки, что мы ищем уже в создании второго операционного поля, послеоперационные осложнения на ранних и отдалённых сроках. Пишем сразу себе десятый тезис. Осложнение при лечении рецессии Десну. Там будет, скорее всего, два осложнения. Это рецидив от лечения. Ну, от неадекватного выбора, по факту. И второе, это осложнение будет связано с созданием второго операционного поля. Его инфицирование, расхождение швов, кровотечение в полости рта, боли длительные, эстетическое нарушение, ну и так далее. Снижение всяческого качества жизни у нас у пациентов. Ну и там увеличение времени операции, понятно. Ну и риск рецидивов и так далее. Необходимость назначения антибиотиков. И ещё куча всего, что у нас туда можно притащить. То есть сам факт забора трансплантата, как манипуляция, ну не является совершенной и адекватной тому, в каком состоянии находится на сегодня у нас там медицина, стоматология, хирургия и так далее. Вот, в 20% случаев он затруднён, а по факту на самом деле ещё такой момент, что хватает трансплантата максимум на 3 зуба. Какой бы мы огромный его не взяли, его хватает максимум на 3 зуба. Если у пациента множественные рецессии или тем более генерализованные, ну взяли мы 2 нёба, взяли 2 бугра. На самом деле мы закроем максимум 6-7 зубов. 6-8, ну да, ну до 10, до 10. А если у пациента их 28? 8-8.